Доброе утро, уважаемые трейдеры. Приветствую вас на предпоследней торговой сессии этой недели. Снова возвращаемся на финансовые рынки и смотрим за теми тенденциями, которые были характерны для вчерашней торговой сессии. Коснемся также традиционно наших основных фундаментальных долгосрочных идей. Посмотрим, есть ли какие-то дополнительные новостные события, которые могут стать причиной либо усиления наших прежних ожиданий касательных реализаций, либо, соответственно, станут причиной, вследствие которых мы будем вносить коррективы в наше позиционирование. Но сразу хочу сказать, что сегодня никаких корректив в позиционирование мы вносить не будем, потому что вчерашний макроэкономический фонд только, наверное, усилил верность нашего подхода со фундаментальной точки зрения касательно тех инвестиционных идей и целей, которые мы ставим по большинству финансовых активов, ну и, конечно же, по нефти, которым мы также традиционно уделяем достаточно много времени каждый брифинг. Разумеется, как и всегда, в ходе этого брифинга будет анонсировано очередное кодовое слово, которое позволит вам получить бонус на пополнение, плюс к тем акциям, которые действуют в рамках Аммаркетс. Чтобы воспользоваться этим бонусом, достаточно будет просто связаться с вашим персональным менеджером и поменять слово на бонус на пополнение. Величина сегодняшнего бонуса 6% и действует он до завтрашнего брифинга, то есть до завтрашнего утра. Ну а теперь давайте переходить к нефти. Актуальные котировки на текущий момент 51.42. Бренд закрепился выше сопротивления 50, нашел все-таки основания, хотя мы вчера подробно оценивали общую фундаментальную картину и пришли к выводу о том, что не нужно торопиться с тем, чтобы, скажем, закладывать уже в дальнейшие ожидания по движению этого актива исключительно обычаи ориентиры, потому что, как таковых, оснований по-прежнему нет. Более того, это сопротивление не просто стало поддержкой. Бренд вчера умудрился даже преодолеть уровень 53, но закрепиться там уже ему не удалось, сил явно не хватило, и то, что сейчас он торгуется в районе 51.42, указывает на то, что все-таки бренд, наверное, дальше будет тяготить к тем уровням, которые являются более обоснованными, также со фундаментальной точки зрения. Давайте вспомним позавчерашнюю торговую сессию, и учитывая то, что и вчера быча ралли была продолжена, значит, можно говорить о том, что, опять же, события позавчерашнего дня оказали резонирующие эффекты и на вчерашние торги. Речь идет о комментариях генерального секретаря ОПЕК касательно того, что снижение инвестиций в энергетический сектор станет причиной полномерного падения объемов производства нефти в рамках всей мировой экономики, что в целом в перспективе выровняет, соответственно, такие понятия, как спрос и предложения, и позволит стабилизировать в конечном счете цены. Я отметил то, что на ожиданиях далеко не уедешь, в данном случае по нефти, учитывая вчерашнее падение, опять же, под закрытие торговой сессии, явное тому подтверждение, что лучше руководствоваться, как и всегда, реальными фактами и статистикой. Кроме того, в качестве, опять же, бычьих стимулов для торговли по нефти выступали ожидания возможной встречи руководителей, крупнейших производителей нефтересурсов в мире. Даже если эта встреча будет, собственно, состоиться, не факт то, что по факту этой встречи будет принято решение, которое позволит, в конечном счете, снизить объем производства и восстановить цены на энергоисуса. Это также формат, скажем, новостной повод, формат ожиданий. Ну и дополнительные меры экономического стимулирования, о них сейчас также продолжают говорить со стороны Банка, Народного банка Китая, якобы они поспособствуют восстановлению китайской экономики и, соответственно, внесут, опять же, на общие мировые экономические процессы позитивные тенденции, которых мы не видели. Я тогда уже отметил, что руководствоваться исключительно ожиданиями не нужно и переключаемся теперь на факты и статистику. Вчера была среда, соответственно, у нас появилась возможность проанализировать данные по запасам нефти в США. Сезонные факторы, которые отмечались до этого, связанные с недостаточной, скажем, загруженностью производственной активности нефтеперерабатывающих заводов, позволили нам выйти на те фактические показатели, которые мы ожидали. Это рост запасов. Фактически запасы выросли на 3 миллиона баррелей, что в целом сразу же сломало вот этот бычий настрой, который мы наблюдали буквально до выхода этой статистики по итогам вчерашнего торгового дня. И после публикации данных по запасам нефти вышла еще и обновленная статистика по объему производства нефти в Соединенных Штатах Америки. Для того, чтобы четко была, скажем, понята фундаментальная картина, напомню, что Соединенные Штаты Америки предлагали участникам рынка обратить внимание на сокращение количества буровых и, соответственно, в связи с этим ожидать полномерного снижения объемов производства. Но на самом деле этого сейчас не происходит. Если раньше были ожидания того, что это возможно на рынке, то сейчас мы смотрим на цифры и констатируем, что этого не произошло. За последний месяц объемы производства нефти в Соединенных Штатах Америки выросли на 73 тысячи баррелей в сутки. Соответственно, общий объем производства уже 9,17. Поэтому колоссальное перепроизводство сохраняется, значит, сохраняется ключевой негативный фактор для позиций черного золота. Дальше будем следить за реальной статистикой, за цифрами. И поскольку сейчас эти цифры и статистика указывают на то, что наш расчет на возможность коррекции бренда и WTI верен, разумеется, не отказываемся от коррекционной сделки и идей, связанной с продажей этого актива. В общем, по бренду ждем с большей вероятностью все-таки снижение этого торгового инструмента, ниже 50 долларов за баррель и, соответственно, превращение снова этого рубежа в сопротивление. Что касается российской валюты, актуальные котировки на премаркете 62,87. Хотя, когда стартанут торги сегодня, я уверен, что мы сразу же будем наблюдать, может быть, даже нехилое ослабление российской валюты, потому что весь негатив на позиции черного золота пришелся уже после закрытия российского валютного рынка. Сегодня из интересных событий, собственно, как и в последнее время касательно рубля, нужно, наверное, только обращать внимание на динамику черного золота, поскольку у нас уже есть возможность сохранения коррекционной тенденции. Значит, ждем соответствующего девальвации и по курсу рубля. Если рубль, хотя даже без если, текущие актуальные котировки говорят о том, что Центральный Банк России снова может возобновить, соответственно, решения, которые меры, направленные на смягчение экономической политики. И здесь речь идет о снижении процентных ставок. Ставка рефинансирования на текущий момент 11%. Если рубль по каким-то причинам, в случае не совсем обоснованного, если он продолжится, абсолютно необоснованного роста нефти, если рубль предпримет попытку двинуть в район 60 рублей против, соответственно, американского конкурента, значит, Центральный Банк России уже на следующем заседании 30 октября снизит процентную ставку. Плюс ко всему, не забывайте о том, что при приближении курса пары USDRAP в район 60 рублей за доллар, это своего рода такое сакральное значение, рубеж, когда снова могут вступить в игру такие, скажем, шаги действий со стороны Центрального Банка, как покупка валюты для пополнения золотовалютных резервов. Это, конечно же, высокопарная цель. Но все мы прекрасно понимаем то, что речь идет об обыкновенном механизме интервентного вмешательства, которое направлено на недопущение чрезмерного укрепления российской валюты. Потому что, прежде всего, Министерство финансов и российский мегарегулятор исходят из задач стабильности финансовой системы и, соответственно, сохранности такого понятия, как конструкция бюджетного процесса. Значит, допустить еще больше укрепления российской валюты, это значит обеспечить меньшее поступление на средства федерального бюджета в качестве выручки от продажи энергетического ресурса, остающегося главным, скажем, кормильцем всей российской экономики. Поэтому я даже не хочу сейчас ставить цель, возможное ожидание в качестве вероятной просадки пары USDRA в район 60, потому что считаю, что вероятность этого крайне низка. Куда больше шансов сейчас, даже по итогам сегодняшней торговой сессии, основа приблизится в район 65, ну и, соответственно, там будем также руководствоваться нашей прежней инвестиционной идеей, предполагающей возможность еще большего ослабления рубля, вплоть до уровня 70 против доллара. Идем далее. Европейская валюта по итогам вчерашней торговой сессии снова корректировалась, сохраняется этот коррекционный импульс против основного конкурента. Из макроэкономических отчетов вчерашней торговой сессии стоит выделить промышленное производство. В Германии отчет слабый, минус 1,2 в месячном эквиваленте против прошлого прироста 1,2, то есть контраст, соответственно, очевиден. Очевидное, скажем, очевидное снижение динамики промышленного производства является еще одним слабым макроэкономическим релизом, который с негативной точки зрения характеризует всю немецкую промышленность. То есть явно, что импульс восстановления уже замедлился, локомотив валютного блока действительно сбавляет обороты, и если такой негатив характерен для промышленного сектора, значит уже смело можно говорить о том, что и ВВП также будут далеки от идеала, что в целом приведет к полномерному снижению тэпов экономического расширения и в рамках еврозоны в целом. Почему просила промышленное производство? Потому что резко снизилось производство капитальных товаров. Возможно, ключевая причина – это низкая потребительская активность. Хотя, когда мы анализировали данные по индексу потребительских цен, я уже тогда сказал, что реализованные риски дефляции, они и будут тем самым главным тормозом для потребительской активности. Именно поэтому ЕЦБ прекрасно понимает, что если потребительская активность будет и дальше снижаться, значит для экономики могут быть созданы абсолютно непреодолимые препятствия, которых избежать лучше сейчас. Поэтому в марте 2015 года ЕЦБ, собственно, и пошел на беспрецедентные меры экономического стимулирования, и, соответственно, запустил программу количественного смягчения, которая продолжается по сегодняшний день. Но сейчас, разумеется, на фоне, опять же, слабых макроэкономических данных и осознания того, что индекс потребительских цен до сих пор не добрался, даже хотя бы чуть-чуть не приблизился к целевым значениям в 2%, понимаем то, что со стороны ЕЦБ могут последовать дополнительные шаги, новых раундов экономического стимулирования через более агрессивные выкупы активов, расширение ассортимента, покупаемых облигаций и, собственно, продление этой программы. Это главная тема европейского рынка. Собственно, мы от нее не отказываемся. Мы ждем эти меры. И, судя по последним макроэкономическим данным, с каждым днем, с каждым макроэкономическим релизом, у нас оснований для этого все больше и больше. Сегодня важных отчетов по европейскому рынку нет. Будем следить только за, опять же, американской статистикой. Даже лучше статистикой это не называть. Ключевым событием может быть даже не только недель. Это итоговые протоколы последнего заседания Федерального комитета по открытым операциям на финансовых рынках ФРС США. Поэтому этот отчет будет ключевым. И он, соответственно, повлияет на динамику активов не только в моменте сегодняшней публикации в 21.00 по московскому времени, но и станет серьезным резонирующим фактором, который продолжит сказываться на динамике валютных инструментов и не только и дальше. В пятницу и, соответственно, на следующей неделе. Потому что мы, разумеется, по американскому рынку продолжаем оставаться в предвкушении шагов, направленных на ужесточение монетарной политики. Поэтому по европейской валюте сейчас концентрируемся на ожиданиях новых мер экономического стимулирования, констатируем общей слабости статистических данных и ждем соответствующего роста американца, что также негативно для главного валютного риска. Наша цель по евро-доллару остается неизменной. Это возможность снижения ниже уровня 1.10. Британская валюта по итогам вчерашнего дня добралась до сопротивления 1.53. В целом можно сказать, что актуальная котировка чуть и выше. Вчера после практически трех недель исключительно слабых макроэкономических отчетов вышел первый релиз, который больше порадовал трейдеров. Это данные по промышленному производству. Отчет показал прирост этого сектора на 1.3% против прогноза на 0.3%. Конечно же промышленного сектора одного лишь очень мало, чтобы изменить позиционирование, в том числе и наше отношение британца, и заговорить о каких-то радужных перспективах для экономики в целом. Напомню, что промпроизводство – это не ключевой сектор экономики. Для Британии определяющим является сфера услуг, а буквально на прошлой неделе мы вместе с британскими статистами и прочими участниками рынка констатировали самый слабый макроэкономический показатель по этому направлению за 2,5 года. Сейчас у нас по-прежнему куда больше оснований делать негативную ставку на динамику британца и подтверждать это соответствующим слабым фундаментом. Сегодня в 14.00 по московскому времени нас ожидает целая куча отчетов по британскому рынку. В частности, именно поэтому это четверг называют суперчетвергом. Опять же, британские статисты, потому что нас ожидает голосование по ужесточению монетарной политики, нас ожидает протоколы, ставка, объем выкупа активов и в целом оценка дальнейшего монетарного вектора со стороны британского мегарегулятора. Среди всех этих отчетов в целом, если разобрать каждый, изменений, конечно же, скорее всего, не будет, но самый значительный фокус внимания трейдеров будет смещен как раз в сторону последующих комментариев монетарного руководства касательно того, что же они думают о перспективах монетарной политики Англии с учетом тех актуальных экономических реалий, которые сейчас характерны для рынка. И когда же мы все-таки увидим повышение процентной ставки? Думаю, что на фоне снижения индекса потребительских цен до нулевого значения и фактически присутствующих рисков дефляции, на фоне резкого падения экспорта, на фоне снижения темпов экономического роста, я считаю, что повышать процентную ставку – это смерть подобно. Поэтому в ближайшее время это решение анонсировано не будет, но вот намеки, когда именно это произойдет в конце 2016 года, либо уже в 2017 году, на что я делаю большую ставку, уже будут определяющими для британской валюты. Кроме того, в ходе комментариев, я думаю, что сегодня мы услышим еще одно подтверждение и констатация факта того, что снижение темпов экономического роста мировой экономики негативно влияет и на динамику британского рынка, что, соответственно, оставляет за собой риски того, что макроэкономические отчеты будут и дальше больше разочаровывать трейдеров, потому что британский рынок, собственно, так же, как и другие регионы, ну, может быть, за исключением Соединенных Штатов Америки, пока не могут, скажем, нивелировать вот эти риски, которые идут со стороны, опять же, общего падения темпов роста мировой экономики в целом. По фунту, в связи с тем, что я сказал, все-таки ожидаю больше негатива, особенно если действительно Банк Англии сообщит о том, что повышение процентной ставки уходит на неопределенный срок, поскольку риски и угрозы по-прежнему присутствуют. Если это произойдет, то фунт снова рискует ослабнуть против американца и, соответственно, двинут к нашей цели, которая находится в районе 1,50. Что касается пары доллара и японская иена, то сегодня, как я уже отметил в начале брифинга, определяющим будет публикация протоколов последнего заседания Комитета по открытым операциям на финансовых рынках. Разумеется, этот отчет будут анализировать через призму возможных намеков либо комментариев по поводу срока повышения процентной ставки. Учитывая комментарии представителей региональных, руководителей региональных ФРБ, я считаю то, что буквально с каждым неделем у нас появляются дополнительные сигналы, импульсы и поводы ожидать, что повышение ставки действительно будет осуществлено уже в самое ближайшее время, ну, по крайней мере, до конца 2015 года. Поэтому мы не отказываемся от идеи восстановления американца и делаем, соответственно, такую же ставку на рост пары доллара и японская иена. Если протоколы смогут поддержать американца, сегодня мы увидим закрепление выше уровня 121, может быть, даже движение и выше 121,50. Наша долгосрочная цель остается на прежнем уровне 125. И если доллар хочет сегодня реабилитироваться в глазах своих активных фанатичных покупателей и, соответственно, оттолкнуться от надоевшего уровня 120, у него есть все фундаментальные основания для этого. В общем, будем следить за ситуацией. И еще хотел сказать про пару USDCAD. На текущий момент котировка 1,3065. За последние несколько дней USDCAD неплохо откатился, конечно же. Связано это было с усилением позиций черного золота, но сейчас мы прекрасно понимаем, что тенденция может измениться в любой момент и вчерашняя торговая сессия явное тому подтверждение. Канадец против доллара торговался в районе 1,2950. После ослабления позиций брента, точнее даже просто нефтяного актива и нефти, канадец снова ослабнул и уступил дорогу американцу. Собственно, пара вернулась выше сопротивления 1,30. Кроме того, вчера были опубликованы данные по рынку недвижимости, в частности, разрешение на строительство по итогам прошлого месяца просели на 3,7% против прогноза роста на 0,8%. Если вы помните, буквально несколько недель назад я отмечал, что для канадца многие эксперты рынка отмечают в качестве позитивного сигнала и фактора это сохранение восстановления на рынке недвижимости. Якобы именно этот сектор будет выступать главным катализатором для экономики, потому что рынок недвижимости действительно показывал рост куда выше, чем сама экономика в целом. Но мы видим то, что позитивная тенденция может легко измениться и здесь. Собственно, это уже и произошло. Поэтому единственная надежда для статистов и оптимистов в отношении канадца, она уже понемногу, скажем, затухает и вперед выходит, конечно же, уже общий негатив, которого мы придерживались очень давно. Поэтому по USDCAD мы ждем дальнейшего ослабления и последняя статистика позволяет нам подкреплять наши, соответственно, ожидания, наши расчеты именно фактическими цифрами, отмечая то, что действительно канадец в перспективе может и дальше слабеть. Что касается кодового слова на сегодня, это банка, величина бонуса 6%. Еще раз напоминаю, что ключевой макроэкономический отсчет – это итоговые протоколы в 21.00 по московскому времени. Разумеется, завтра в ходе нашего очередного брифинга детально проанализируем это событие и подведем итоги и, соответственно, снова посмотрим на перспективы американской валюты. Большое спасибо за внимание. Если есть вопросы, оставляйте их под видеоокном на нашем официальном канале на YouTube Amarkets. Всего доброго. До свидания.